Из бункера не ногой. Президент России Владимир Путин не будет проводить в июне традиционную прямую линию. Ежегодный телевизионный марафон, в котором он якобы отвечает на вопросы жителей страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Прямая линия не может состояться в этом месяце. Как говорится, краткость – сестра таланта. Потому что больше Песков ничего и не сказал. Какая причина и когда может состояться встреча, эта самая прямая линия пока неизвестна. Первая прямая линия с Путиным состоялась еще в 2001 году. Это первый опыт общения в прямом эфире Владимира Путина с гражданами страны. Но это было и заметно, что первый опыт. Президент России немножко нервничал. Когда год начинался? В январе этого года. Суть этой программы заключается в том, что каждый желающий житель России официально может напрямую пообщаться с Владимиром Путиным. И самое главное – якобы решить свои проблемы. Я хотела бы, наверное, все-таки обратиться к федеральной власти о том, чтобы… Ну, я не знаю, правильно я назвать это – распределением, либо все-таки закреплением студентов, которые заканчивают медицинскую академию за регионами. Президент Российской Федерации на карандаш возьмет некие моменты, которые должен будет исправить, отдать указания. Ну и счастливые россияне через некоторое время будут показаны по телеканалам федерального уровня с такими душесчипательными историями, что президент помог Путину – молодец. Путин – молодец. Вот это и есть, по сути, главная цель такой встречи, а не проблемы граждан России. Данное шоу, оно устраивается в первую очередь для пиара самого Путина в качестве такого руководителя Российской Федерации, который общается с гражданами России для имитации неких демократических процессов, которые имеют место быть в российском обществе. Это шоу на высшем уровне. Вот так, например, ведущие пытаются связаться с желающими поговорить с президентом. Мне очень плохо вас слышно. Вообще, практически я не слышу, что вы говорите. Мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. Так, что-то компьютер меня не слушается. Посмотрим, кто победит у нас. Я или техника все-таки. Хорошо, давайте мы попробуем перезвонить чуть позже и пока перейдем к следующим вопросам. Да прямо сейчас позвоните по телефону. Оказывается, столь важную и даже судьбоносную программу кто-то хотел сорвать. Владимир Владимирович, вот мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной и Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо влази секунды идут попытки атаки, мощная дедос атаки. Шутите. Хакеры. Шутите. Серьезно? Серьезно. И вообще, на самом деле, большинство людей, которые так активно принимают участие в этом спектакле одного актера, то есть бункерного тирана, на самом деле действуют по предварительному сценарию. Первая категория – это, конечно же, все, что срежиссировано. Подставные актеры, которые задают правильные вопросы, на которые подготовлены правильные ответы. Вторая категория – это люди тех коллективов, с которыми были определенные договоренности, за которыми наблюдают коллективы заводов, предприятий, школы. И третья категория – это действительно совершенно неожиданные люди, которые могут оказаться с совершенно неожиданным вопросом. Третья категория практически полностью с начала 2000-х годов она была ликвидирована. Ликвидирована, потому что президент не готов отвечать на неподготовленные вопросы. Путин очень некомфортно себя чувствует тогда, когда его ложь при нем же парирует. Он замыкается в себе и, возможно, даже и агрессивные выпады. В свое время поставлен вопрос Путину относительно дорог, когда будут сделаны дороги. На что он огрызнулся? Зачем вам дороги, если у вас нет автомобиля? Боязнь Путина настолько велика, что в последние годы для подготовки прямой линии собирали даже целый Совет Безопасности Российской Федерации. Это мероприятие, которое контролировалось Совбезом Российской Федерации. Это мероприятие, к которому готовился Совбез Российской Федерации. Это мероприятие, которое организовывали соответствующие спецслужбы. Не исключено, что даже и в ряде случаев с использованием своих же агентов. По мнению экспертов, отмена прямой линии в этом году – это следствие страха Путина, что действительно может быть задан совершенно неожиданный вопрос даже из тесного круга его же людей. Если бы состоялась прямая линия образца 2022, то мы бы увидели как раз такую ситуацию, когда не было бы вообще среднестатистических граждан в эфире, а были бы агенты Федеральной службы охраны и прочие представители спецслужб, которые бы исполняли строго определенные роли. И в этом как раз весь смысл. Российский президент испугался того, что какой-то неудобный, совершенно непредсказуемый вопрос будет поставлен именно от представителей даже проверенных спецслужб. То есть получается, что бункер forever, ну то есть навсегда для Владимира Путина. Хотя рано или поздно и в том самом бункере может стать опасно.